Детская юношеская интеллектуальная шоу Лига Эрудитов Что ж, мы с вами в полуфинале Вернее, одна команда финалистов уже определена И сегодня очень ответственный этап Потому что сегодня определится вторая команда финалистов На самом деле, если честно, лично мне довольно волнительно Хотя до начала записи у нас довольно позитивная атмосфера присутствовала Ребята очень заряжены, подготовлены Напомню, что тема игры у нас «Кавказ», «За Кавказе», «Люди», «Личность», «История» Это пони, все, что только можно обсудить, мы обсудим И самый, наверное, такой ключевой момент Что сегодня играют, пожалуй, две самые яркие и колоритные команды Первого сезона Лиги Эрудитов И давайте сразу вам представлю Справа от нас команда первых рекордсменов По раунду дуэли капитанов Которая называется «Фортуна» Представляет школу номер один Станицы Зеленчукской Аплодисменты И команда, как мы обсуждаем внутри нашей, скажем так, тоже команды Проекта Лиги Эрудитов Самая разносторонняя, развитая Самый такой неудобный соперник Потому что не знаешь, где у них слабое место И как его нащупать А когда это получается, мы всегда радуемся Команда «Мега ладон» Гимназия 9, город Черкес Что ж, дорогие ребята Сегодня вас приветствует не менее разносторонняя личность И администратор читательского клуба «Человек читающий» И читатель года 2014 И пиар-менеджер телеканала «Архиз-24» Книжный блогер Карачаева Черкесской Республики Да Ася Байрамукова Аплодисменты Ася, тебе слово Всем добрый день В первую очередь хочу сказать спасибо Алине Амирану за приглашение Я очень рада быть частью этого интеллектуального шоу Вот И всем ребятам, конечно же, удачи Вы уже лучшие в любом случае Независимо от результатов Я рада, что в нашей республике столько умных, замечательных ребят И вы наше будущее Спасибо Спасибо Что ж, дорогие друзья Сегодня я расскажу вам немножечко, почему мы с Амираном в... Такой молодежный лук А, да, в атрибутике российского движения школьников Потому что у нас получается предпоследняя передача А это значит, что мы напомним Данный проект, он был организован телеканалом Архиз-24 Но при поддержке Министерства образования и науки Карачаева Черкесской Республики И также регионального отделения российского движения школьников Большое спасибо российскому движению школьников Что вы есть и что вы творите такие действительно нужные и добрые дела И направляете, скажем так, нашу активную молодежь, именно школьников В том самом правильном русле активного движения Спасибо, Амиран, Амиран взаимно Все, давайте приступаем к первому этапу Да? Да Мне кажется, уже... Дуэль капитанов, но обычно у нас парень всегда идет первый Да Маляка вызвалась Маляке нужно быстрее просто Да, да, да Избавиться от этого, да Избавиться Давай, Маляка, проходи Маляка, ну что ж, 40 секунд у тебя 10 вопросов у меня Готово, можем стартовать Конечно Старт Столица республики Северная Осетия Владикавказ Главой какой республики СКФО является Казбек Валерьевич Коков? КБР В каком регионе СКФО находится город Назрань? Ингушетия Откуда родом олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдул-Рашид Садулаев? Дагестан Президентом какой республики был Владимир Магомедович Семенов? В Карачаево-Черкесской В какой Закавказской республике родился поэт и прозаик Фазиль Искендар? Не знаю дальше В 1931 году этому городу было присвоено название Арджиникидзе? Стоп Корень вопроса прозвучал, можете дать Абхазия Нет, к сожалению Ну, было много Итак, друзья, статистика ответов в Маляке 7 озвученных вопросов и 5 правильных ответов Молодчина Да, молодчина Приглашаем капитана команды Фортуна Победитель Школа номер 1, станица Зеленчубская Зеленчубский район Шамиль Победитель всех победителей К слову, если позволите, Сеатра Амазановна, это первый парень, который в дуэли капитана Фазиль ответил на 9 из 10 вопросов Да, и долгое время никто не мог побить его рекорд Мне кажется, что невозможно Буквально до последних игр Все то же самое, 40 секунд, 10 вопросов, готов, можем начать Поехали Старт Откуда родом серебряный призер Олимпиады 2016 года в Бразилии? Аниуар Гедуев Северная Осетия Главой какой республики является Владимир Абдулаевич Васильев? Следующий В какой республике СКФО находится город Нарпкала? КБР Кем по национальности был поэт Керим Махце? Кабардинец В парке какого города СКФО расположен памятник садово-паркового искусства «Долина Рос»? Следующий Как называется гора, расположенная на Кавказских минеральных водах, дашая название городу Пятигорск? Пештал Какой населенный пункт является административным центром Прикубанского района КЧР? Следующий Переносное каркасное жилище с волочным покрытием у тюркских и монгольских кочевников? Как зовут человека, являющегося предводителем? Ага, предводителем, ну любую версию Как зовут? Пошки Не знаю Ага, ладно С этого вопроса, наверное, продолжим Итак, друзья, у нас интересная ситуация Складывается 8 озвученных вопросов и 3 правильных ответа Ага Хорошо 5-3, тоже хороший результат Хорошо, Камин Что раунд дуэли капитанов позади И в настоящее время устанавливается счет 3-5 в пользу команды «Мегалодон», представляющую гимназию номер 9 города Черкеск Не будем затягивать, с пылу жару отправляемся во второй основной раунд, где все 8 наших игроков смогут проявить себя Командам желаем удачи и напоминаю, тема у нас «Кавказ за Кавказье» Поехали Поехали Капитаны, команды готовы? Да Давайте начнем Продолжим, так сказать, тем, что завершим неозвученный вопрос из протокола дуэли капитанов, если вы не против Итак, вопрос, который не успели озвучить Маляке В каком городе СКФО есть площадь Марии Темрюковны? Желтый гроб Нальчик Нальчик – это правильный ответ Идем дальше В столице какого закавказского государства находятся три башни пламени? Баку Неверно Баку Баку – это правильный ответ Счет 0-2, наверстали пока разрыв Идем дальше В какой республике находится город Ачамчира? Азербайджан Неверный ответ Ингушетия Неверный ответ Грузия Неверный ответ В Кабардино-Балкаре Стоп, 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 стоп Маляка был сигнал? Был сигнал у Маляки И у Шамиля тоже Ну там одновременно было Желтый был впервые, а дальше у Маляки Ну пока правильной версии не было Поэтому как поступаем? Шамиль Капитан? Тичка Неверный ответ И Маляка? Махачка Все, 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 все Выключаем Есть версии в аудитории? Ребят, просто полуфинал, понимаете, да? Как бы базар, вокзал не устраиваем Сразу конкретно, если не поступило В трех-четырех версиях Отправляемся в аудиторию В какой республике находится город Ачамчира? Аудитория? Нет Нет версии в аудитории? Тогда давайте А уже мы, грубо говоря, звучите, пожалуйста, правильно Абхазия Абхазия Это о чем-чиски? Это Грузия Да, Грузия Была, да Идем дальше Теперь Вопросы, которые не успели озвучить Господину Шамилю Как зовут человека, являющегося предводителем Хан Казачьего войска Желтый был Атаман Атаман это правильный ответ Счет у нас 3-0 Идем дальше Команда Мегалодон Давайте активней Они достаточно активны Скачка на лошади Во время которой Чикитовка А Лазис Ну, фальстарта у нас нет Счет 0-4 Да Так, Мегалодон И вас на 2 очка опережают Надо просыпаться Помните, да, по сумме двух раундов Как бы у вас пока на 2 очка было много Теперь наоборот Ну все, в принципе, эти вопросы закончились Теперь давайте К сложному Да, играем серьезно Это, как помните Кто хочет стать миллионером Первые 3-4 вопроса такие В какой траве сидел кузнечик Что, поехали Тема Кавказ Не забывайте За Кавказ В общем, абсолютно все Что связано С нашим географическим регионом Как называется Древняя цитадель Часть Дербенской крепости Соединенная с Каспийским морем Двойными стенами Призванными перекрывать Так называемый Каспийский ворот В персидскую державу В настоящее время Цитадель является музеем Заповедника Я могу похвастаться Два раза там Вот так он молодец Там безумно красиво В соприкосновении с историей Знаете Город? Находится в городе Дербент В Дагестане Ну как называется Сама крепость? Южные ворота Интересная вещь А ну нет Каспийские ворота? Нет Ну с воротами Это не связано А еще раз вопрос Можно? Конечно Как называется Древняя цитадель Часть Дербенской крепости Соединенная с Каспийским морем Двойными стенами Призванными перекрывать Так называемые Каспийские ворота Персидскую державу Это выдержка Из научной работы Как вы понимаете С зеленой Да? Типическая стена? Нет Нет Хорошо Есть ли версии у нас Отключаем игровое поле Друзья Можете выдохнуть Аудитория Тема Кавказ У нас что-то вот пробел Уважаемые игровые жюри Озвучите пожалуйста Правильный ответ Ну я могу сказать Что я сама была не в курсе Нарынкала Нарынкала называется Наверное нужно быть подписанным На Амирана в инстаграм Спасибо Искренне желаю вам всем там побывать Друзья Это безумно замечательное место Идем дальше Тема чуть литературная Но там где терек протекает Ее я увидал Араква? А не на жопу Черкешенко Черкешенко Абсолютно верно Если продолжите Если позволите я продолжу Но там где терек протекает Черкешенко я увидал Взор девы Сердце приковал И мыс невольно улетает Бродить средь милых дальних скал Какое слово стихотворение Лермонтова Мы заменили на ее Понятно, да? Слово черкешенко Молодец Прям приятно Приятно Как у горцев Называлась часть дома Или отдельное строение Предназначенное для гостей Кунацкая Кунацкая Молодец Вот он первый балл Мегаладона Идем дальше Сделаем комплимент Братской Чеченской Республики В сентябре 1819 года Войска генерала Ермолова Сожгли чеченское село Дадийюрт Захваченные в плен 46 девушек Во главе с Дадим Айвикой При переправе Через терек Бросились в реку Не захотев Цитата Чтобы их касались Руки тех Кто повинен В убийстве Отцов Матерей Братьев Сестер Повинен В сожжении Родного села Эта история Легла в основу Праздника Который отмечается В Чеченской Республике С 2009 года В третье Воскресенье Сентября Как называется Праздничный день Трудно На самом деле Да Но Такие моменты Надо знать Друзья Давайте думай Чеченская Республика 46 девушек Каждое Третье Воскресенье Сентября 46 Чеченок Нет? Нет Слушай Ну молодец Нужно Нужно Моделировать Конечно Предлагать Версии Команда Фортуны Не зависает Я понимаю Воскресенье 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 Сентября Название Праздника Стандартное Вообще Стандартное Да Просто нужно Вот Сложить Скажем Воскресенье Захвачем Воскресенье Воскресенье С 2009 С 2009 Года В 3 Воскресенье Сентября Как называется Праздничный День Сколько слов Там День Утопленец Ну он же Дома позитивно Назвится Правильно Хорошо Ребят Не будем Мутиться Давайте Отключаем Игровое Поле Уважаемая Аудитория Есть версии Давай Побеседуем С тобой Вдруг Ты вот попадешь Но если он сейчас попадет Это будет очень круто Да Здравствуйте Я Токов Демир Представляю гимназию номер 9 Могу предположить Что это День защитниц Чеченской республики Ух Ну вот Прямо Самая близкая версия Им нужно переименовать Свой праздник А вот теперь Правильный ответ Друзья Уважаемые игровые жюри День чеченской женщины День чеченской женщины Друзья Ну вы все были около Согласитесь Да Не хватало Заключителя От двух слов Это слово Используется Как термин Обозначающий Все человечное В человеке Зеленый был Красный был Зеленый Адам Еще раз Адам Адам Красный То же самое Нет Потом еще был зеленый Нет Нет Все Ребят Наверное Вопрос Который Нужно Чуть заслушать Вы же знаете Простых формулировок Не бывает Поэтому Надо чуть послушать Его Воспитание Нрав Благородное поведение В обществе Уважение К старшим И заботы К младшим Все то Что на Кавказе Издревле считалось Достойной Отличительной Отличительной Чертой Поведенческих Норм И образа Мышления Адат Близко Адэд Ну другое слово Адат Нет Воспитание Ну а подробно Обычно Когда говорят Адат Всегда в догонку Говорят Это слово На самом деле Намыс Намыс Это правильно Молодец Молодец Махско-дагестанская Группа Говорят Номос Чтобы вы Примерно понимали Но это в принципе Отно и то же Молодцы Приятно Еще 2-5 Разве сокращается Команда Фортуна Вы можете Да Упустить Синицу Дагестанские Филологи Утверждают Что в тексте Стихотворения Расула Гамзатова Журавли В строчке Мне кажется Порою Что солдаты Первоначальное Слово Было заменено Словом Солдаты Какое слово Было написано В первоначальной Версии По-моему Красное Джигиты Джигиты Это правильный ответ Мне кажется Порою Что джигиты Это же было Во времена Советского Союза Попросили Его чуть Подредактировать Счет у нас 2-6 Команда Фортуна На вас работает Правила Судоносного Вопроса Что это такое Понимаете Да У каждого Игрока Есть одна Попытка Ответа И она Должна Быть сразу Точной Конкретной И понятной В 20 Километрах К северо-западу От города Махачкалы Находится Уникальный Географический Объект Они Являются Самыми Большими В Евразии По результатам Исследований Ученых Их Абсолютная Высота Желтой Горы Еще раз Горы Песчаны Единой Ущелья Стоп Ровно 90% Я ответил правильно Но так как На вас Правила Судьба На вас Ответа Мне нужно Конкретное Наживание А так Это Правильный Ответ Но Понимаете На вас Работает Это Ну и плюс Еще Корень Именно Нужно Название То бишь По сути Это Оно Но мне Солнце Пустыни Были Сняты На них О чем Песчаные Пустыни Да Ну как Они Называются Заповедные Песчаные Тут Тюркизм Вам Поможет Тут Четко Раз Два Никаких Других Ну Шамиль Молодец Синий Близко Но нет Желтого Как Нет 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 Хорошо Давайте Не будем Друг друга Мучать Есть ли Версия В аудитории Уважаемый Игровой Жюри Сэр Кумские Барханы Можно Не правильно Назвала Все правильно Я просто Смотрела Как раз Выпуск Одного Нашего Телепроекта Поехали Вот Ведущая Анастасия Николаевна Прям Красочно Показала Это невероятная Красота Всем советую Посмотреть И запомнить И запомнить Так Идем дальше Ну а теперь Давайте Уже Попроще Вопрос Матрица Да Понимаете Уже Он Начинает Свою Историю С 28 Марта От 1957 Года Когда у Южной Окраины Да Короче Черкесский Автономный Округ Нет Слушай Пока еще Непонятно Не С 28 Марта От 1957 Года Когда у Южной Окраины Тогда еще Станицы Усть Джигутинской Был Вынут Первый Ковш Грунта Вскоре Мощная Плотина Перегородила Реку Кубань Образовав Усть Джигутинской Водохранилище В летний Период По нему Подается До 180 Кубометров Воды В секунду Порядка 115 Усть Джигутинская Эгэс Неверно Большой Ставропольский Канал Это правильный Ответ Молодец Общий счет У нас 10-7 10-7 3 очка 2 очка Уступали Выиграли На 3 очках Ну что друзья Завершается Наша вторая Полуфинальная Игра Определяется Второй Финалист Нашей Лиги И давайте Поздравим С счетом 10-7 В финал Выходит Команда Которая Представляет Ставитель Зеленчук Зеленчук С героем Карача Чиркесской Республики Фортуна Школа Мне было Очень приятно Присутствовать На сегодняшнем Полуфинале Вот Вы действительно Большие молодцы Потому что На многие вопросы Я сама не знала Ответы Вот И Но сегодня Была удача На стороне Зеленчук Школы Я думаю Что Немножечко Не повезло Девятое Но в любом случае Вы Повторюсь Все молодцы Да Мы согласны Ну что ж Дорогие друзья Даже Не знаю Как-то печально Прощаться Потому что Мы прекрасно понимаем Что У нас впереди Осталась Лишь одна игра Это Финальная игра И На этом Наше красочное Яркое шоу Подходит к концу Сегодня Сегодня выиграла команда Фортуна С чем мы ее поздравляем Безусловно Очень хочется попросить Не расстраиваться Девятую школу Вы Безусловно Молодцы Потому что Дошли до финала Спасибо большое Ребят Всем и каждому За то Что приезжали С хорошим настроением И показывали Хорошие результаты Это Безусловно Заслуга И ваших родителей И ваших учителей И вас Семьих Спасибо Ну До встречи В финале И посмотрим Кто же в итоге Будет Обладателем Титула Самых эрудированных Школьников Карачаевой Черкесской Республики И победителем Первого сезона Лиги эрудитов Исключительный город Карачаевск Фортуна Станица Зеленчукская Увидим Отыграв пять игр Мы вынесли Огромный урок Большой Заклад Что ли В нас Эмоции Чувства Все что мы Пережили здесь Это не Передать словами Я очень рада Что я здесь была Вот Спасибо Сегодня была Весьма ответственная Но при этом Весьма интересная игра Наши соперники Играли весьма достойно Мы приятно Провели это время Желаю Удачи нашим соперникам Спасибо нашему дьютору И нашей команде Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова